Привет, друзья! Я хочу поделиться опытом о том, как мы сделали золотой логотип для нашей компании на специальную фальш-панель. Что у нас из этого получилось, смотрите в ближайшие 6 минут. Так, друзья, сейчас будем записывать видео, как сделать золотой логотип и как его закрепить на стену. Мы сделали у себя в офисе вот такую фальш-панель, которая закрывает трубу. Да, у нас вот рабочий бардак. Логотип мы вырезали на фрезере. Это станок ЧПУ, кто не знает. Вырезали его из золотого композита. Золотой композит, цыганское золото. Получили вот такие детальки. Я тут парочку деталек уже начал клеить, но решил записать видео, как я это делаю и что из этого получится, вы увидите в конце. Итак, поехали. Буква Е, ну вообще все буквы, которые у нас есть, они вот с такими легкими косичками. Но эти легкие косички, рваный край так называемый, он на двустороннем скотче и на защитной пленке. Так, защитная пленка у нас выглядит вот так. Вот наша золотая буква. Будет очень интересное решение. Я сделал вот такой шаблон нашего логотипа. сделал белый на белом. Не знаю, вот видно, не видно. Да, слегка видно. Белый на белом, чтобы он не бросался в глаза, если я немного накосячу с буквами. Буквы на двустороннем листовом скотче. По этому шаблону я буду выстраивать буковки вот такого плана. Ну, извините, у меня подставки под телефон нет, поэтому новая почта. Привет! Спасибо за коробку. Сейчас покажу, как немного подчистить торец от всяких мелких таких деталей, от всякого мелкого мусора. Ну, в принципе, тут ничего особенного. Слегка аккуратно зачищаем край. где-то есть небольшие косички на фрезеровке. Именно сама вот эта черная, черный полиэтилен, который между алюминиевыми пластинками. Вот, обратите внимание, например, на букву А. Тут внутри не знаю, тут видно, не видно. Надо это дело чем-то типа ножниц вот так убрать. оно легко снимается. Ничего особенного, Лёв, слегка подчистить надо. Да, места нету. Вот, делаем вот так. Вот так. Здесь чуть-чуть можно. Снимаем подложку двустороннего скотча. У нас здесь такая липкая клейкая основа. и клеим букву по нашему шаблону на основе. Так, буду клеить одно рукой, поэтому камера может трястись. Вот, как-то так выставил. Более-менее ровно. Защитную пленочку я буду снимать в самый последний момент. Так, беру остальные буквы, я не буду снимать весь процесс, показываю суть. Смотрите дальше. Так, друзья, закрепил я все буквы на нашу основу, на нашу панель. Сейчас я буду потихонечку снимать защитную пленку. и мы посмотрим, что у нас получится. Буквы, напомню, закреплены через листовой скотч. Двусторонний. Если кто-то будет говорить, что он отвалится, хрена лысого никогда в жизни не отвалится. Особенно завтра, когда произойдет адгезия, то есть приклеивание к клеевого слоя к основе. Будете отдирать ножом и зубами. Зубами не надо, а вот ножом можно. Если надо будет снять. Итак, вот что у нас получается. Буковки. Надо будет еще... А? Косяки. Вот тут я вот плохо прочистил. Видите, есть легкие... Есть легкие засечки. Но не сверху. Там, в принципе, особо видно не будет. Я думаю, почти с пивом пойдет. Хотя, мы так не делаем. Но... Это у нас такой тестовый образец. Назовем это так. Ну, можно будет потом ножичком аккуратненько еще почистить. здесь проблем не будет. Да, надо будет немножко почистить. Ну, я сейчас показываю саму идею. Но не считаем мелкого мусора, который... Вот видите, его надо будет просто аккуратненько снять тряпочкой. Или, совместно, салфеткой нет, Чистой сухой тряпочкой можно. Так, сейчас я спрыгну со стола. Ой, старость, не радость. Вот что у нас получается. Вот такой эффект. Чистое цыганское зеркало, золото. Чистое цыганское золото. Вот такая у нас панель. Так, идею прошу не воровать. Она запатентована. ноутбук смотрится очень даже достойно, солидно и прикольно. Кому понравилась идея, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч!